Никогда-никогда и вот опять. В России началась бандитская ротозатыкалка. Ну, на самом высоком уровне. Shut the fuck up! Именно с таким настойчивым предложением, даже я бы сказал, в свете последних визитов, с последним китайским предупреждением, обратился один военный преступник-террорист Гиркин к другому международно разыскиваемому военному преступнику и террористу Путину. Заткнись, Владимир Владимирович, заткнись, просто молчи лучше. Не, ну до чего страну Байден довел. Лучшие люди из ЧК грызутся. А только представьте себе на минуточку, если эти двое попадут в соседние камеры в ГАГе. Будут круглосуточно цапаться и лаять. Ужас! Ну вот, приветствую вас на своем видеоблоге на канале «Утро февраля». Подписка, лайк, репост, колокольчик – все приветствуется. Но начну с главного. Итак, в Красноярске подожгли детскую площадку. И злоумышленника, кстати, задержали на горячем. Я бы даже сказал на горячем. Им оказался американский шпион. Ну, как говорят духовно-патриотические расисты России, пиндосовский супергерой. Этот красноярский, кстати, Человек-паук, пироманил и украл у деток кусочек счастья. Думаю, тут будет очень тяжелая статья. И вот почему. Вот вглядитесь внимательно в это лицо Человека-паука. Тут одновременно схожесть с молодым Путиным. Ну и немножко на раннего Зеленского периода КВН молодости похож. И это в одном флаконе. Ой, извините, в одном лице Человека-паука одновременно. А это супер статья. Короче, сибирская арахнофобия начинается. Будем следить за дальнейшей судьбой этого супер насекомого. Интересно. И к другим новостям. Вот вечный коммунистический император Китая, товарищ Си, рванул на Россию. Ой, шо тут началось? Не, в Москве было красиво. Ну, не так миловидно и душевно, как на последнем съезде коммунистической партии Китая, но тоже сойдет. Для начала, после всех этих парадов и почестей для дядюшки Си в Кремле, ну и в окрестностях, путинские товарищи уяснили себе, что никакого китайского оружия и боеприпасов главный коммунист из Китая не привез. А вот китайская формула мира или так называемый Си Цзинь план, таки вообще за все хорошее и против всего плохого. Ну, то есть, как застольный тост, он действительно хорош. А как план, Феня. Под визит коммунистического императора Си все подготовили свои личные подарки. Отдельный подарочек был, например, от повара Пригожина. Его наемников-террористов из ЧВК Вагнер теперь подозревают в вооруженном нападении на китайскую золотодобывающую шахту Чимбала в Центральной Африканской Республике. Там русские витязи Пригожина убили 9 рабочих китайцев-шахтеров и двух ранили. Ну, а еще перед этим вагнеровцы выкрали трех китайцев и взяли их в заложники. Ну, во-первых, цар Центральная Африканская Республика и их золото – это ведь лакомый кусочек в зубах Пригожина. Ну, и отдавать его Шойгу с Путиным он не собирается. Но для начала из цар надо выбить всех китайцев, поскольку КНР зашла в Центральную Африканскую Республику с инвестициями и уже давно. Ну, вот тогда русские зашли позже тоже с традиционными ценностями, то есть с оружием, убийствами и грабежами. Под приезд генерального секретаря, секретаря товарища Си Цзиньпиня, великий историк, альтернативной истории преподаватель Путин, написал поздравительную статью. Ну, где много букв о вечной всякой российско-китайской дружбе вчера, сегодня и завтра. И сразу все официальные СМИ страны начали писать много о всем китайском и делать дедушке Си Хаудэ, ну, то есть делать приятно. Мы же предупреждали, кстати, Министерство Африканского образования Российской Федерации, не африканский язык суахили, такие в российские школы надо впихивать, а именно китайский, ну, хотя бы мандарин. Но коммунисты Китая должны возрадоваться. Даже в Москве в два с половиной раза возрос поток запросов в языковые школы, ну, с китайским. А во Владивостоке так и во все четыре с половиной раза возрос. Да, но там понятно, там ведь не Владивосток, а Хайшэньвэй, историк русско-китайской вечной дружбы Путин, ведь тоже знает, что в учебниках истории черным по белому написано, зачитая. Под угрозой разграбления Пекина оккупционными войсками Цинская сторона в переговорах в 1860 году уступила России правый берег Уссури. Граница была проведена на карте линии красного цвета по китайскому берегу Амура, Уссури, а также протоке Казакевича. Вот. Ага. А поскольку все коммунисты и дедушки Сии вдохновились путинскими грабежами украинской земли, то под возгласы «вернем себе свое» уже рисует иероглифами «Сибирь наш». Ну, и карты китайского Дальнего Востока по самую Японию. Поэтому китайский, мандаринский язык надо знать уже всем россиянам поголовно, хотя бы на начальном уровне трудового лагеря. А то получится конфуз за конфузом. Ну, как и случилось перед приездом китайского хозяина Российской Федерации, товарища Си Цзиньпиня. Российские технологии импортозамещения, которые зыждятся на непоколебимом принципе потемкинских деревень, опять запоролись прямо на старте. Вот так называемый российский «Москвич», в котором только хромированная надпись «Кириллица и «Москвич-3» кажись таки «Made in Russia», а все остальное китайское. То есть, в середине российской тачки сидит китайский кроссовер «Jack JS4». Ну, и такая гордая надпись по-русски на попе «Москвич». Ну, и все. Ну, как и с иранскими дронами, кстати. «Шахьет» написано, да, в Иране. Пишем на хвосте «Кириллица Герань» и все как бы вокруг станет русским. Ну, так вот, все проданные супер «Москвичи-3», а это аж 86 штук, отозвали к приезду дедушки Си. А почему? Потому что насильственная русификация китайца «Жака JS4» привела к такой куче ошибок и трудностей перевода, что даже с бутылкой не разберешься, что к чему. Ну, и всякие там еще головотяпки и скрутки-недокрутки тоже надо потянуть большим гаечным ключом. Ну, на заводе это все назвали как неправильная русификация. Вот я и говорю, очень китайский. Хотя автообзоры, вот, а их тысячи здесь на ютюбе, уже указывают на великое китайско-российское общее, то есть сходство. Так и говорят. И то, говно, и то, говно. Ну, 86 лоханутых российских водителей вам так и скажут красиво по-китайски. Наши голов, наши головщи. Да? А тем временем в оккупированном Крыму, в Джанкуе, кто-то устроил даже салют к приезду Красного Императора Си. Ну, когда он приехал к коричневому диктатору Пу. Ну, и взорвал к чертям пояс с крылатыми ракетами кинжал. Красиво. Праздник ведь какой. До новых встреч в моем видеоблоге. Подписывайтесь. QR-код справа. Это ваша помощь собрать информацию о тех, кто поддерживает российскую войну в Украине. А левый QR-код поведет вас к базе, где мы собираем поддержку тем, кто выступает против войны. До новых встреч.